так мой импульс здравствуйте так нас пока немного нас пока совсем чуть-чуть но и тем временем мы сейчас пока готовимся к нашему прямому эфиру который у нас как обычно состоится сегодня в четверг вот сейчас два часа дня нет никаких этих комментариев так потихонечку так все видно о замечательно спасибо большое ирочка девчонки привет кто сегодня у нас подключается нас немного но мы лучшие скажем так так и так все нам написали что нас видно и даже скорее всего слышно это как обычно модно спрашивать в эфире модно видно слышно чтобы понять вообще тебя да здравствуйте добрый день рада всем здравствуйте девчат значит ну что на календаре четверг сегодня у нас 9 февраля сегодня у нас 9 февраля вот значит четверг и как обычно мы встречаемся с вами в два часа дня и проводим небольшой мастер-класс и обсуждаем дизайны которые можно быстро из новых гель-лаков которые у нас вышли в работу из новых декораций которые появились в работе у мастеров и не только у мастеров у вас и у нас здравствуйте татьяна вот и значит сегодня сегодня хотим представить к вашему вниманию декорации которые вышли вот буквально на этой неделе и опять забыла нервничаю опять забыла представиться на всякий случай меня зовут наталья как люгина я инструктор из школы Екатерина Николаевна Мирошниченко который находится в городе городе ростове-на-дону вот у нас сегодня прекраснейшая погода замечательное голубое небо яркое солнышко вот осталось совсем чуть-чуть двадцать денечков и будет уже весна скоро вот поэтому настало все чаще появляться солнышко вот и значит такое вот солнечное настроение было у меня и я быстренько наделала таких простейших дизайнов которые можно сделать из новых декораций из новых декораций которые вышли вот буквально у нас на этой неделе значит я пока сейчас уберу типсики с экрана и мы с вами обсудим какие же декорации новые вышли для того чтобы облегчить работу мастеров так сейчас немножко повыше вот так вот итак в продажу поступили новые декорации nail dress да но это девчат слайдеры до переводные картинки грубо говоря вот их на самом деле не так и много всего шесть штучек но впереди уже как бы ну вот кто следит за творчеством екатерина николаевна мирошниченко наверно уже видели она уже проводила прямой эфир с обзором декорации так я пытаюсь сейчас по номерам их сложить вот значит сейчас появились продажи всего 66 слайдеров называется они у нас nail dress номер 101 игра в детство вот такие яркие прикольные как раз таки в преддверии весны солнечные даже герои диснея да значит игра в детство 110 номер я в принципе вот уже немножечко так задействовала их очень прикольно прямо прям в желтом цвете знаете ничего долго не думая ничего долго не приемли бы не придумывая желтый цвет форева и потом скажу как и гель-лак взяла в работу так значит ты так 101 номер игра в детство они уже продаются на сайте 104 дерзкий принт такой знаете вау такой знаешь street street style да такой уличный немножко стиль а вот такие вот варианты с девочками с ручками и так далее всякие такие интересные типа эти heavy metal так вот такие эмоции 105 105 эмоции микки маус и кошечки собачки и так далее то 5 теперь дальше больше всех мне понравился вот этот романтичить романтич прямого эфира и знаете как бы не дошел ход у меня оставила себе такую маленькую заначку дополнительный выход через заднюю дверь оставила себе эти листики абстрактные такие красивые они на следующий эфир чик придумаю с ними что-нибудь следующем эфире вот романтичный романь романтичные листья номер 106 тут знаете такие вставочки золотые и серебряные очень прикольно смотрятся под топом я пробовала уже но пока не буду показывать варианты с ними вот такой вариант абстракции для любителей все что угодно только не цветочки только не всякие мультяшки а именно всякие такие абстрактные элементы по поводу всяких знаете разводы какие-то наслаивание цвет на цвет такая знаете акварельная техника 107 номерный адреса вдохновение и еще один из фаворитов то есть веточки и вот номер 109 яркие бабочки тоже они такие прикольненькие они на плотной белой основе поэтому они будут видны совершенно на любых покрытиях и я в принципе тут вот буквально там оставалось пять минут до эфира дела видите такой прикольный сделала вариант то есть цвет вот этого цвета вот допустим вставок это может быть любым цветом потому что и бабочки тоже есть вот здесь вот любым цветом то есть как бы есть такие яркие радужные есть таких осенненькие видите есть сиреневенькие вот такие вот зеленцой бабочки ну и такие радужные стрекозы прикольные даже прилепить просто на белый фон будет очень прикольно так здравствуйте здравствуйте кто видите добрый вечер так интересным присоединились так все прекрасно присоединить добрый день добрый день здравствуйте присоединились подскажите стрим по теме из аллергии но я думаю что если где-то проходила в прямых эфирах тема такая то в принципе да и девчата менеджеры я думаю что посмотрят и может быть как раз таки прямой эфир вот такой где-то и включат в программу либо на страничке вконтакте ну либо то есть как бы все равно какую-то информацию они увидят и подумают как это можно преподнести наташечка сегодня много слов о вас было сказано как мы вас любим югорчане 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 спасибо большое и так продолжаем так яркие бабочки красивый то есть вот 66 вариантов на илдресса вышло я уже сказала мои фавориты веточки и бабочки потому что знаете мне вот нравится больше конкретика когда абстракция прикольно конечно и будем конечно варианты предлагать какие-то с ними делать но все-таки вот эти когда конкретные более варианты бабочки романтичные листья конечно вот пока прям по душе пришлись так ну а какие мы с вами возьмем гель-лаки я думаю тоже кто-то сливут кто следит допустим за творчеством екатерины мирошниченко я думаю что вы скорее всего сейчас посмотрели и думаете какие-то знакомые цвета какие-то знакомые цвета гель-лаков были использованы на самом деле как бы да действительно очень широко представляли очень много дизайнов спикеры предлагали на разных страницах на разных социальных сетях вот и очень многие варианты дизайна делали с этими цветами девчат это взяли в основу гель-лаки которые у нас относятся коллекции мой импульс мой импульс от эми вот такая была замечательная короче коробка такая интересная вот такой летние цвета и вот здесь как раз таки начиная с номера 300 с 365 номер такой красивый голубенький цвет 366 я не могу сказать что он красный и он больше такой ну ярко коралловый скажем нечто среднее между коралловым и красным оттенком 367 сиреневый цвет зеленый 368 369 же оранжевый 370 желтый 71 очень красивый насыщенный синий и 372 такой очень красивый с блёсточками цвет кайфушные я его тоже где-то тут брала в основу как будто камуфлирующая база вот кажется вот здесь вот но она там с блёсточками очень красивый тоже такой под натуральный цвет 372 с блёсточками так значит чтобы сделать дизайны именно с новыми декорациями которые вышли вот сейчас в феврале скажем до 23 года мы с вами возьмем гель-лаки в основу которые относятся коллекции мой импульс так ну что давайте попробуем мы можем с вами подключать разные варианты и чем цены мне нравятся вот такие вот варианты дизайна дело тем что здесь ничего не нарисовано ну если только не брать вот эту кляксу да которую нарисовал от руки белой импасты уже по готовой поверхности вот а сейчас мы просто с вами возьмем в основу например какой-нибудь белый фон белый фон ну в нашем случае это конечно же белый лотос 001 это может быть альпийский снег гелевая краска белого цвета вот либо белый альпийский снег гелевая краска либо белый лотос и я думаю что в принципе у любого мастера есть конечно же белый гель-лак который можно всегда взять за основу дизайна на одном из пальчиков да то есть как бы все пальчики таки мы с вами можем взять и взять за основу именно белый цвет а потом уже нанесем на него дополнительные оттенки тех цветов которые вы использовали для покрытия всех остальных пальчиков правильно правильно просушиваем теперь возьмем конечно же триста семидесятый номер из коллекции мой импульс и буквально сейчас мы нанесем куда-нибудь и мне нужно совсем чуть-чуть вот желтый цвет так можно взять сюда же кстати оранжевый цвет немножко добавить этот 369 тоже из этой коллекции они будут прикольно сочетаться друг с другом нам нужно совсем чуть-чуть одного цвета второго цвета ну и как не покажется странной можно сюда же задействовать например зеленый или синий цвет это не принципиально важно важно что вы хотите увидеть ну давайте черного чуть-чуть добавим добавим но это так будет совсем капельку так с помощью кисточки для градиента но она у нас называется кисть амбре перед началом работы любые кисточки девчат я обычно погружаю в капельку базу сейчас взяла капельку базы и кисточку промыла в капельке базы для того чтобы она стала мягкая пропитана база для того чтобы вы мыло очень легко наносить цвет то есть я использую кисть амбре да не только для того чтобы сделать градиент ну и так значит капельку я хочу взять в работу ну хочу взять работу например я сейчас попытаюсь я просто когда посмотрела на эту картинку сориентировалась вот на желтый цвет цыпленка да то есть получается что я могу допустим на белый фон добавить желтый цвет да на соседние пальчики желтый цвет и например добавить вот цыпленка и причем желтый цвет будет классно сочетаться с любыми картинками и в коричневом цвете и в желтом цвете и в черном цвете потому что тут у нас еще желтые лапы у нашей кутки да есть и поэтому я еще предлагаю добавить желтенького в работу так и определиться какую картинку мы с вами прикрепим данный момент так давайте например вот возьмем вот такую утку которая так вот вперед наклонилась и определимся с какой стороны будем наносить дополнительный цвет к нашему белому фону так я положила на мокрую салфетку можно взять может быть у кого-то остались помните были вот у нас такие тоже диснеевские картиночки тоже скорее всего всех сохранились ну кто-то какие-то остатки вот например так как у нас сегодня в преддверии вот тут дня валентина можно взять и например вот это же красненькое сердечко задействовать да либо нарисовать его от руки я думаю что тоже принципе возможно так но я так как мы речь идет все-таки про быстрые дизайны поэтому единственное так уж быстро да получается когда начинаешь вырезать что-то придумывать на ходу так все вот у меня есть сердечко ну чтобы не рисовать и я могу например составить их вместе вот таким вот образом утка будет с сердцем вот так будет ручка держать сердечко вот таким образом так ну а теперь фон непосредственно давайте добавим капельку желтого так присоединились в топ т классе можно промывать кисточку да можно конечно и ирин можно промывать в чем-то прозрачном ну просто база знаете как правило база лучше всего очищает кисточки они более жирные всегда базы поэтому очень хорошо промывают ворс кисточки вообще мы всегда рекомендуем кисточки не мыть в спирто содержащих растворах в ацетона содержащих растворах а только вот база либо влажная салфеточка потом либо сухая салфеточка желтенький цвет кисточку вытираем можно сразу же не просушивая на один краешек кисточки взяла немножко оранжевого цвета и еле-еле-еле прикасаясь немножко оранжевого цвета кисточку вытираем и совсем чуть-чуть на кончик кисточки набрала черный герлочок и добавила немножко черного цвета чисто символически совсем совсем чуть-чуть просушу пока просушу и добавлю еще раз чуть-чуть черное то начинает смешиваться так присоединили стоп т класс можно промывать кисточку так по поводу ответила можно конечно так и немножечко немножечко сейчас усилю цвет чуть-чуть оранжевого чтобы было лучше видно но очень странно так у нас сейчас тут у нас сейчас тут немножечко непредвиденная ситуация была да почему-то нас из интернета так чуть-чуть слегка вы выбила вот значит ну возвращаемся так возвращаемся к нашей трансляции девчат значит я немножечко взяла черного гель-лака на тонкую кисточку и так немножко немножечко пятнышки может быть как-то линии между собой соединить тоже для интереса чтобы фон казался сложнее чем он есть на самом деле тогда она будет просто интереснее смотреться буквально несколько линий сверху снизу и предлагаю на этом остановиться так можно вот сюда немножечко еще продлить это знаете как обычно вот да можно остановиться но держите меня семеро еще и еще пару линий так все просушиваем просушиваем так я пока в сторону уберу так слайдеры у нас уже готовы да мы определили что у нас будет вот такая смешная утка с сердечком так сердечко уже говорила можно например просто нарисовать от руки до самостоятельно без проблем так и теперь девчат если мы работаем со слайдерами то конечно же мы должны с вами взять что-то такое липкое да если например у вас слайдер топа нету то можно принципе посадить все картинки на жидкую базу на жидкую базу любой цвет просушить и можно взять базу но так как у нас все-таки есть наличие слайдер топ считаю что он конечно же будет намного выигрышней слайдер топ не дает сколов и поэтому как бы мы конечно же очень часто в наших дизайнах пользуемся именно техническим гелем слайдер топ слайдер топ как любой другой гель-лак сохнет в течение 30 секунд но прежде чем прикрепить на него слайдер я обычно знаете не досушиваю его немножечко чтобы можно было слайдер подвинуть сдвинуть раздвинуть и так далее потом уже досушивая недостающее время поэтому нанеся слайдер я просушиваю 10-15 секунд 10-15 секунд так я подумала что еще прикольно добавить какую-нибудь надпись например а какой бы нам надпись вами добавить что-то бы про любовь бы что-нибудь про любовь а можно взять например знаете какой-нибудь шармикончик есть вот такие вот замечательные в прошлом году они были я думаю что может быть у тоже многие сохранились любовь любовь шармикончик любовь видите со разными сердечками там как раз таки есть всякие такие надписи смотрите бай моя валентин когда что-то такое видите вот про любовь классно же дам можно добавить как раз таки сейчас мы сейчас так и сделаем и так просушили слайдер топ 10-15 секунд пристраиваем нашу утку давайте сначала утку пристроим и одесна только не буду сейчас ее вот просто сначала пока намечу где она у меня будет стоять так и теперь сердечко непосредственно можно провести тут ювелирную операцию ручку уточки поднять сердечко сюда загнать под ручку и вот таким образом подвинуть слайдер двигается по поверхности если немножечко не до сушить слайдер топ либо не до сушить базу вот все подвинула ручку сверху утки наложила так вот таким вот образом утка сердце так теперь просушиваем недостающее время до еще 10-15 секунд просушивая для того чтобы все это за полимеризовалась прикрепилась на поверхности закрепилась уже двигаться не будет ни при каких обстоятельствах так теперь вот здесь например у меня будет надпись давайте вот здесь внизу очень будет прикольно и здесь на липкий слой не рекомендую никогда прикреплять наклеечки шарми кончики потому что они потом могут просто подняться края и будут торчать на поверхности а чтобы этого не случилось значит первое что я сейчас делаю это обязательно обработаю слайдер ультрабондом обязательно обработаю потому что сам слайдер он не липкий до для того чтобы не было проблем с сцеплением вот нанесем ультрабонд ультрабонд высыхает на воздухе в течение там минутки 2 а вот здесь пока аккуратненько чуть-чуть теклоса совсем чуть-чуть просушу приклею наклеечку и такой видите сборная соляночка сборная соляночка будет у нас готова так надпись что-то там про валентинку наверно в тему на свободное место прижали придавили так ну а теперь знаете мне прям вот так руки чешутся что-то добавить вот сюда еще немножечко знаете как обычно бывает так еще чуть-чуть еще чуть-чуть можно просто какие-нибудь крапушки поставить а можно было бы добавить гель-лак какой-нибудь с крапушками есть же такие всякие вот как перепелиные яйца видели же знаете можно топом кстати таким покрыть неопределенной формы просушиваем ну и ничего больше не остается кроме того что просто покрыть топом да это может быть матовый топ это может быть глянцевый топ но если сейчас воспользуюсь ультрашайна утро шайном ультразблеск хотя можно точно также равноценно из воспользоваться т экран сам единственное что t класс это такое универсальное средство до в работе у мастеров кто работает на марна продукции ими т класс это как промежуточный этап мы можем использовать этот топ можем использовать как завершающие покрытие ультрашайн мы используем только как завершающее покрытие очень долго не царапается algowз хорошо устойчивость меньше подвержен механическим воздействием дольше блестит скажем так вот хотя можно было покрыть например матовым топом а например сердце акцентировать на нем внимание и сердечко например очень даже неплохо так но пока мы покрываем топом девчат и просушиваем у нас получился такой вот и слайдер мы задействовали новый до вспомнили про гель-лак и желтого цвета из коллекции мой импульс и добавили вот этот красивая красное сердечко которое можно было бы нарисовать от руки в преддверии праздника дня святого валентина на преддверии праздников всех влюбленных хотя считаю если любовь есть можно и без праздника до любить друг друга так значит мы я просто сюда вот сейчас продлю до момент этот с красивыми картинками вот в этом желтом стиле очень нравится мне вот так видите половинка желтая половинка белая сюда любую картинку из этих декораций прикольно смотрится вот здесь вот может быть любой просто от курица просто утка просто кот или замечательно этот собачонок с такой доброй замечательной улыбкой ну я думаю что сейчас скрин сделаете и можно будет понаделать этими картинками в любом цвете в любом стиле кстати если добавить место желтого красненький да только просто чтобы сердце не попадало на красный тоже будет прикольно смотреться то есть вот эта верхушка может быть какая-то красивая яркая красненькая потому что у кошка нос красный поэтому она будет прикольно сочетаться и с красным цветом в том числе так ну а пока мы добавим вот сюда в нашу коллекцию замечательную эту утку давайте вот здесь и у вас как раз будет общее фото так ну давайте еще какой-нибудь вариант сделаем в котором у нас с вами будет наклеечка из другой до декорации так но мне очень нравится например вот такой вот вариант а когда вот абстракция абстракция ничего конкретного единственное я делала на светлом фоне на таком на камуфляже а мы давайте попробуем сделать на белом она будет просто ярче смотреться так и так за основу берем белый гель-лак либо опять же белую гелевую краску так просушиваем белый лотос нас 001 до цвет он очень плотно его можно даже принципе наносить в один слой но хотя в принципе все обычно советуют да все таки гель-лаки наносить два тонких слоя классный дизайн спасибо большое эфир сохранится да конечно же мы стараемся сохранять все эфиры просушиваем белый фон девчат и буквально можем добавить сразу два цвета допустим следующий дизайн это может быть например у нас цвет голубенький 365 да и например там 368 зелененький например так мы сейчас вот это уберем наши коробочки так зелененький цвет но опять же девчат вот дизайн и вообще как бы вот дизайны которые мы делаем будем позиционировать их быстрыми дизайнами да конечно же цвет фона может быть абсолютно любым просто в моем задании сегодня взять для фона гель-лаки которые относятся коллекции мой импульс да и вот они как раз такие яркие красивые цвета хоть сейчас и февраль но мы же уже двигаемся к весне правильно поэтому такие всякие яркие весенние настроения уже должны могут быть присутствовать в дизайнах и потом мы же говорим про дизайн и все-таки дизайн и говорим про дизайн на одном пальчике да ну максимум на двух пальчиках так ну давайте попробуем сделать какой-нибудь яркий такой вот зеленый там у нас спрашивает классный дизайн спасибо прессе а где искать записи ваших эфиров на ютюбе во первых нас конечно же сохраняются все на страничке да и на ютюбе до выкладываются до все в записи все выкладывается с красивой обложечкой так а пока я вот использовала зелененький цвет из коллекции мой импульс это номер 368 просушу девчат просто чтоб не смешивать видите прям два цвета то есть мало покрытие всех остальных пальцев может быть абсолютно сейчас зелененьким или голубенький который мы с вами добавим в работу так ну давайте вот такой голубенький вот так вот пятнышко тоже поставим и мне вот нравится именно знаете как бы добавлять пятнышко и потом растягивать его кисточкой для градиентом так прикольно получается именно знаете как бы так абстрактно да ничего конкретного хотите можете сюда и третий цвет задействовать так вот аккуратненько раз потянули чувствуете что-то синенький прям преобладает над моим зелененьким взяли еще раз зелененький добавили мне нравится вот такие вот моменты всякие когда красят не надо тут сильно прям подробно все взяла тоненькую кисточку 5 дробь 0 сюда немножко добавила я еще синий цвет не сушила немножечко тут их по центру перемешиваю так просушиваем просушиваем так ну и давайте возьмем теперь мы брали мультяшные вариантики брала 101 игра в детство 101 игра в детство сейчас я сюда верну чтобы не потерялись очень удобно верхушку срезаю потом эти пакетики складываю очень удобно так и возьмем с вами в работу вот такой вариант тоже мультяшный но в таком в черно-белом цвете видите тут вот есть собачка я собачка уже делала вариант можно например вот такие вот эмоциональный да такой вот микки маус хотите с бантиком хотите без бантика давайте давайте с бантиком что ли сейчас я примерю к типсику поменьше побольше давайте покрупнее возьмем так сейчас вырежу я умудрилась потерять ножницы на своем столе так давайте вот такой вариант возьмем микки мауса как она которая барышня у нас не микки маус как она называется мини маус или как ир ты не знаешь это уже бабушка старая поэтому не помню зла картинку видите глазки закрыты ручками не будем говорить что эти ручки сейчас изображают просто глазки закрыла будем думать значит прикреплять слайдер будем конечно же на слайдер топ здесь вот тонким 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 слоем подсушу 10-15 кубочек нанесла слайдер топ только по центру там где буду прикреплять чтобы не было лишних лишнего слоя липкого потому что хочу сейчас в работу взять какую-нибудь пластинку и с помощью техники стемпинг отпечатать вокруг какой-нибудь интересный какой-то проволоку да там какой-нибудь шрифт такой принт какой-нибудь такой необычный так а мы с вами берем нашу картинку прикрепляем по центру все есть подсушиваем подсушиваем до чтобы процесс полимеризации закончился до конца ну давайте возьмем какую-нибудь пластинку для стемпинга там где у меня есть такая сейчас секундочку давайте вот такую возьмем видите вот такие вот интересные так что нам нужно отпечатать так можно взять кстати им пасту черную мы возьмем лачок черный возьмем лачок черный и быстренько сейчас все это дело сделаем очень легкий накат лак набираем очень легко не давим практически от слова совсем на подушечку на нашу и вот таким вот образом мы сейчас смотрим и то кусочек отпечатаем вот так и даже вот тут чуть-чуть видно вот так по кругу отпечатали лак высыхает очень быстро на воздухе поэтому никаких прям специальных там просушив никаких не нужно единственное что можно сделать немножечко немножечко хочу отодвинуть от картинки взяла немножко салфетку и чуть-чуть вот тут чуть-чуть подальше чтобы не сливалось место чуть-чуть расчищу вот таким вот образом так и можно взять еще какую пластиночку там где у нас такой уличный стиль всякие такие надписи есть давайте каких-нибудь пару еще надписи поставим там буквально незамысловатых совсем чуть-чуть сейчас подушечку очищу все очистила такой уличный немножко стиль шкодный придадим надпись раз и еще какое-нибудь можно вниз там легко убрали все лишнее легкий накат сильно мочится не будем так и вот здесь где-нибудь еще внизу отпечатаем все и теперь можно сразу перекрывать все это дело топом но я возьму опять же ультрашайн чтобы красиво все блестела на камеру и закрываем очень много просматривала дизайнов которые вот сейчас вот поставляют пинтерисе девчата там на ютюбах разные мастер-классы вот абстракции всякие разные смотрела знаете как бы никакой конкретики конечно вот но когда выходят какие-то нас новые декорации выпускаются сразу мы конечно же предлагаем всякие всевозможные мастер-классы с этими декорациями вот и именно пытаемся вам показать дизайны которые делаются очень быстро в которых не нужно будет ни о чем думать то есть можно просто будет взять и воспользоваться до тем что есть просушиваем и получается у нас на ярко-белом фончике вот такой вот вариант ну согласитесь что фон может быть абсолютно любым то есть как бы если не завязываться конкретно да то есть такой собачкой это на бежевом фоне а это увидите на белом фоне то примерно то же самое только ну естественно выглядит немножко уже по-другому так ну и давайте еще какой-нибудь вариант сделаем у нас времечко еще есть давайте что-нибудь с бабочками задействуем с бабочками имеется в виду секундочку найду у себя на столе так это у нас эмоции до слайдер мы задействовали с вами в работу эмоции черно-белом таком свете поэтому фон может быть абсолютно любовь будет очень хорошо видно и давайте вот такие вот мне нравятся бабочки яркие яркие бабочки а с веточками пока не буду показывать с яркими бабочками что можно отметить но вот здесь опять же можно любой цвет взять можно и желтый и голубой задействовать и даже зелененький давайте что-нибудь зелененькое задействуем например например так для основы возьмем опять же белый цвет 001 белый лотос либо альпийский снег либо любой другой белый который у вас есть в работе так на белый фон все просушиваем и давайте возьмем например ну тот же зелененький сейчас задействуем просто мне тут лежит буквально я точно также возьму на кисточку вот так зелененького цвета немножечко и протяну буквально там один мазочек сверху вниз такого варианта у меня нету здесь на планшет очки поэтому мы сейчас с вами на ходу до сделаем вот так все добавили просушили если и цвет интенсивность да не устраивает можно допустим провести еще разочек то есть как бы я думаю что хуже и толще ноготь от этого конечно же не станет так вот такой красивый такой знаете такой уже со свежей зеленью да такой вот цвет скажем так можно его ассоциировать так можно опять же допустим добавить какой-нибудь ну небольшой незамысловато отпечаток какого-нибудь орнамента и так далее мне вот нравятся всякие знаете такие вот принты с машинописным текстом когда вот на задний план отпечатаешь какой-нибудь машинописный текст какой-нибудь такой знаете неопределенный например вот такой до шрифты разные там давайте допустим его возьмем так и отпечатаем сейчас на наш зелененький и прежде чем я буду печатать до технику стемпинг будем использовать час дизайн конечно же вытру липкость видите вот белый фон зелененький такой вот раз мазочек и давайте на него буквально такое легкое отпечатывание сделаем а чтобы не так ярко выделялся фон можно взять как раз таки черную пасту потому что в отличие от лака черные пасты отпечаток конечно же делается не такой яркий скажем так так ну давайте возьму вот такой вот какой-то такой красивый так мне нужно совсем чуть-чуть просто для дальнего вида так теперь естественно убираем все лишнее причем я вот так вот в длину это знаете это им паста да поэтому пока им паста в лампу не попадет конечно же с ней ничего не случится так и мы с вами не такая маленькая подушечка есть такой легкий накат немножечко видите она такой не очень яркая будет прикольно будет смотреться по крайней мере я надеюсь что она будет прикольно смотреться а там как бог даст так и мне нужно именно попасть на зелененький смотрите как четко получилось только вот обрывочно до зелененький цвет чуть-чуть часы на беленький выйдем совсем чуть-чуть вот так просушиваем мы же им пасты делали отпечаток поэтому конечно же им пасту нужно обязательно просушить в лампе в отличие от лака да то есть как бы он просто высыхает на воздухе и все так ну и теперь и теперь давайте возьмем какой-нибудь но у меня прям очень нравится вот эта бабочка зелененькая да такая зеленцой вот эта бабочка прикольно можно просто стрекоз например взять сейчас посмотрим прикинем подсыхает моим паста нет зелененьком все таки цвете прям прям сильно нравятся зелененькие такой мелкий рисунок такой четкий он знаете как бы несмотря на то что мелкий цветочки все тут прорисованы очень красиво всякие веточки капельки прожил очки так конечно же на мокрую салфетку где-то у меня тут в кустах есть так одна бабочка еще одна тоже зелененькая можно каких-нибудь две разных взять правильно же все бабочка есть так ну теперь девчат конечно же вон фон покрываем конечно же же фон покрываем слайдер топом слайдер топом для того чтобы закрепить бабочек на поверхности видите вот эти надписи на зеленом фоне не такие яркие получаются потому что делали их импастой просушиваем 10-15 секунд пристраиваем бабочек на поверхность подсушили можно было даже знаете как бы задать такой более-менее четкий контур вот отделение вот это где зеленый цвет отделяется от белого цвета но мы сейчас прикрепим посмотрим будем прикреплять кстати или нет все лучшее сразу хочется и то и это да пусть будет так все прикрепили расправили просушиваем сейчас немножечко вернусь буквально капелька черного черный можно импаста наверно сейчас возьму тоненькую кисточку промоем капельки базы и и капельки базы промыла кисточку девчат убираю все с экрана так и чуть-чуть конкретики добавлю мне вот прям руки зачесались опять же вот буквально вот чуть-чуть вот выделить вот этот вот зону разноцветную хуже не будет мне кажется будет только лучше вот сюда немножко и с этой стороны тоже можно чуть-чуть просто отделяю немножко зеленую зону от белой вот таким вот образом просушиваем ну я думаю что больше принципе ничего тут не нужно да все таки речь идет о быстрых дизайнах поэтому обязательно все слайдеры девчат мы обрабатываем именно слайдеры те декорации которые размачиваем в воде обязательно обрабатываем сверху праймером или ультрабондом вот эту бабочку да вот эту бабочку высыхает на воздухе течение 1-2 минутки минуток и после этого конечно же закрываем топом ну я использовала сейчас ультрашайн ультраблеск чтобы красиво блестела хотя на самом деле да может кому-то нравится матовое покрытие у нас с вами вот такие вот красивые бабочки весенние да и опять же я взяла зеленый цвет из коллекции мой импульс и ведь на самом деле все цвета здесь очень яркие сейчас я вот так вот все вместе соберу еще разочек на экран напомню о том что это гель-лаки которые у нас относятся к коллекции мой импульс 365 пока высыхает и так девчат восемь оттенков коллекция мой импульс номера 365 по номер 372 яркие красивые оттенки которые замечательно подойдут к весне до для покрытия коллекция мой импульс так и декорации которые вышли буквально вот этой неделе мы использовали с вами яркие бабочки номер 109 до слайдеры новые красивые весенний летний период подойдет классно романтические листья номер 106 очень красиво золотыми и серебряными вставочками очень красиво смотрятся так абстрактные вот такие сто седьмое вдохновение тоже тут такие вставочки тоже золотые серебряные небольшие есть использовали сегодня 105 эмоции так дерзкий принт и прикольный такой мультяшный вариант вот он которым делали вариант 1 6 новых на адрес об девчат вашему вниманию представили ну и непосредственно типсики которые мы с вами сделали кладу на экран и в надежде что мы вам были как всегда полезны так давайте вот так сюда вниз а то ширину не получается на экран положить надеюсь что мы как всегда были вам надеюсь да сам себя не похвалишь кто еще похвалит надеюсь что мы снимаем мы были вам полезны сегодня вот так так и я быстренько поднимаю глаза что у нас тут за вопросики были когда вы на весну нас вдохновите наталья спрашивать а я думаю что как раз таки вариант с бабочками очень даже вести просто от балды кисточкой махнули по белому фон он может быть любым и розовым и желтым и оранжевым каким хотите вот значит вдохновились чуть-чуть так присоединились трансляции так а вы не круть а вы не крутите типсу руку клиента не вывернуть на самом деле ксения все что вообще на самом деле вы можете руку клиентов повернуть так как вам удобно вам я обычно на уроке сразу конечно показываю очень тяжело допустим вы когда держите допустим вы можете повернуть вот так палец нарисовать с этой стороны вы можете попросить клиента перевернуть пальчик нарисовать там что удобно например снизу попросить обратно ручку перевернуть и дорисовать как вам удобно на самом деле считаю что можно палец клиента повернуть в любой плоскости и наклонить сторону вверх вниз перевернуть и так далее то есть как бы это очень легко сделать спасибо большое очень красивый кто-то сделает скрин и когда-нибудь кому-нибудь на одном пальчике забабахаете какой нибудь такой незамысловатый вариант дизайна спасибо вам было большое девчат спасибо за наши встречи за то что вы нас слушаете всем удачи всем побольше денежных клиентов всех с наступающим днем мы наверное не увидимся 14 это будет вторник да наверное и мы наверное в прямом эфире уже